Мы продолжаем работу на полях форума РЕБУС и у нас в гостях Ренат Рамазанов, основатель и собственник девелоперской компании Dolce Vita. Здравствуйте, Ренат. Сегодня здесь на форуме была анонсирована очень интересная история, мегапроект, не побоюсь этих слов. Расскажите о нем, пожалуйста, что это такое? Да, сегодня мы впервые предоставили публике и обозрению, и руководству республики в том числе, как бы, в первом числе, как бы, предоставили свой проект. Это проект комплексного развития территории, который подразумевает развитие территории в 70 гектар, то есть в границах поселения Лесные Маркваши, Верхнесонского района, Республика Торстан. На самом деле этот проект включает в себя, значит, жилой комплекс Dolce Vita, который уже реализуется и в первую очередь уже сдана и передана жильцам, то есть уже введена в эксплуатацию из четырех домов малой и средней этажности. И вот сейчас основное место в нашем этом проекте комплекса на своей территории занял проект санаторно-курортного комплекса с рабочим пока названием Аквавита, который подразумевает застройку в 163 тысячи квадратных метров на земельном участке площадью 22 гектара. Который, этот санаторно-курортный комплекс, он расположится на берегу озера Покровское. У нас уже, да, была представительница управляющей компании, которая занимается развитием этого проекта. Вот она как раз нам рассказала, что кроме Аквавита там еще и будет продолжаться развитие жилого комплекса. Да, то есть мы создаем такой, как сказать, кластер, да, комплексный, вот это развитие. То есть мы предполагаем, что люди, которые будут... У нас вот в жилом комплексе Дольче Вита предполагается, что будет проживать 5,5 тысяч человек. И вот работать у нас в санаторно-курортном комплексе Аквавита должно где-то около полутора тысяч человек, это минимум. Ну, то есть вот обслуживающий персонал и все вот это, вся инфраструктура, которая обслуживает. Менеджмент медик. Да, да, да. И мы говорим, что практически каждый третий человек с Дольче Вита может найти себе работу. Ну, в принципе, будет востребовано по работе. Конечно, не все специалисты, но какая-то часть уже будет работать у нас в санаторно-курортном комплексе. Либо в управляющих компаниях, либо во вслуживающем персонале, либо там в каких-то других, там же и торговые точки будут, и спортивные комплексы. То есть масса людей, которые должны там будет работать. И мы говорим, что мы этим самым как бы облегчаем нагрузку по району, то есть в вопросе маятниковой трудовой миграции из района в Казань. То есть вот эти полтора тысячи человек, они должны будут, ну, то есть могут найти себе работу спокойно. Причем расстояние между жилым комплексом и Аквавитой всего 500-600 метров. А в самих лесных марк ваших тоже ведь наверняка найдутся будущие сотрудники? Конечно. То есть в первую очередь... Это же все тоже рядом. Да, конечно, это все рядом. Но вот по сегодняшнему опыту, по реализации, как бы по продаже квартир в жилом комплексе у нас в Дольче Вита, да, мы понимаем, что туда приезжают со всей страны. У нас очень много людей покупило, кто из Подмосковья, из Калининграда есть люди, да, покупают. Они переезжают сами или под инвестиции покупают? Переезжают сами. В том-то и самое это интересно, что переезжают сами. Потому что они, видимо, ну, понимают, что Татарстан это спокойный, благополучный, скажем так, быстро развивающийся регион. Тем более рядом с Казанью, рядом с Иннополисом, то есть нашим тоже, как говорится, тоже с таким городом, который опережающего развитие, то есть, да, получается. И в 15-17 минутах, грубо говоря, езды от границы к Казанию, то есть они понимают, что... Ну и потом, честно скажу, реализация у нас квадратного метра достаточно конкурентоспособная на сегодняшний день. Ну да, цену озвучивать не будем. Да, нет, цену не будем, но я говорю, конкурентные. Две очереди, вы говорите, уже сданы? Нет, одна очередь сдана, вторая строится активно сейчас уже. А сколько всего будет очередей в жилом комплексе? Там очередей, сказать вот так сейчас тяжело, потому что еще проектируется, продолжается, да. Но у нас по проекту планировки территории запланировано где-то в районе 200 тысяч квадратных метров. Это, ну, большое... Это все не очень высокоэтажное? Нет, это малые и среднеэтажности все дома будут, то есть до 8 этажей, потому что мы специально ушли от этого вот, ну, высотности домов, ну, чтобы вот именно сохранить вот это вот, как бы, ну... Природную гармонию леса? Да, то есть чтобы, да, человек видел не лес из стен и домов, да, а и видел именно действительно лес из леса, да, макушки деревьев, он все это мог видеть, вот. На самом деле, так и вот эту концепцию мы сохраняем, и решили, что больше 8 этажей ни при каких раскладах уходить не будем. А как возникла вот эта идея? Ведь мы так понимаем, что санаторно-курортный комплекс вот этот вот, который строится, да, он же строится на вашей земле? Да, полностью. То есть вы, получается, проектируя комплексное развитие территории, решили, что я построю здесь, значит, жилой комплекс, а чем занять вот остальную площадь? Я там, вы же могли спокойно построить там еще один жилой комплекс? Мы могли построить там еще один жилой комплекс, причем это был бы жилой комплекс элитного такого уровня, потому что рядом озеро, на берегу озера, сами понимаете, это всегда дополнительно ценник возрастает, сразу привлекательность возрастает, и желание у людей жить на воде, возле воды. Сразу бирка бизнес-класса, она как-то... Да, бизнес-класс, все, все, все. Также мы могли бы, например, тонхаусы построить, или там небольшие такие урбан-виллы, скажем так, или там какие-то сблокированные виллы. Ну, масса всяких там вариантов этого было заполнено. Но жалко было, вот честно скажу, жалко было отдавать эту территорию под какую-то... Ну, во-первых, честно скажу, да, строить уже жилье, 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 жилье постоянно, ну, это просто. Это просто, это спокойно и просто. Вы первый человек, от которого я слышу, что строить жилье, это просто. Это просто, на самом деле, да, но я как строитель с 20, больше 23-летним стажем, который построил много объектов для других застройщиков, не буду их называть, хотя как генподрядчик, как подрядчик, и знаковые объекты у нас, и по социалке я поработал в республике, и за пределами республики. Для меня построить дом, это вот я могу просто его построить. То есть вам стало скучно? Вот можно так, можно сказать, да, но 23 года уже начинаешь насыщаться, тем более. И знаете, еще какая была предпосылка? Мы, когда этот участок рассматривали, то есть, когда стали думать, что сделать, у нас уже была информация, еще ранее была информация, до нас доносили геологи, что в этом районе существует полезный скопаемый в виде бромистых вод. А эти бромистые воды являются основными компонентами для бальниологических процедур. И когда вот это, то есть мы сперва к этому относились так, ну есть и есть. Вода и вода там есть и есть, на глубине там 300 метров, есть она и есть, пускай там она и будет, да. Потом второй нам посыл пришел, вторые геологи говорят, а что вы, говорит, вот, и так прокидывают такую, ну, идейку, говорят, а что вы, говорит, ну, это же санаторий, прям напрашивается здесь. Вот, например, мы тоже сперва так ее пропустили мимо ушей, так, ну, санаторий что-то, санаторий, ну, как-то санаторий. Потом стали как-то, потом что-то все-таки червячок же, вот он точит там, а что бы, почему бы не попробовать, почему бы мне хотя бы просто пофантазировать. И вот, когда уже это, мы начали уже реализовать Дольче Виту, да, и уже как бы стал вопрос, как дальше развивать эту всю территорию, да, мы подумали, да, давайте попробуем. И пригласили, скажем, команду такую, да, вот у нас архитектор, который проектировал этот санаторий-курортный комплекс, это архитектор с международным, скажем, с международным именем, такой, и с международными всякими регалиями. Он, кстати, лауреат премии ЮНЕСКО, победитель многих международных конкурсов, у него очень много зарубежных проектов, реализованных и на Тайване, и в Сингапуре, и в Арабских Эмиратах. Последняя вот его работа очень такая колоссальная, я ее видел, и как бы сейчас она в стадии уже строительства находится. Это Ахмат Тауэр в Грозном, 400-метровое здание с огромнейшими проектами, там не просто это здание, там целый комплекс застройки, там чуть ли не пол Грозного застраивается, центрального. Это вот его объект. И он, он также, Александр Иванович Зусик, он как раз еще и специализируется на курортных вот этих вещах. То есть вот в Солилецке сейчас реновация прошла, реконструкция Солилецка, это его тоже работа, то есть его приглашают, он смотрит, делает и как бы вот это все. Мы решили как бы дать ему такую возможность попробовать спроектировать. Когда он спроектировал, мы посмотрели, нам понравилось. И он говорит, ребята, надо строить, надо делать, вот это же, говорит, красиво должно получиться, все хорошо. Ну и у нас так все больше и больше уверенности. Потом мы пригласили две питерские команды, вот сейчас они тоже. Управленческие. Да, управленческие, которые одна в сфере как раз туризма и в том числе оздоровительного, кроме Групп, она специализирует больше 330 лет уже она в этом работает, да. А другая вертикаль, Хотелс такая есть, ну как правильно, Бекар, они там еще называются, Вертикаль, Бекар, да, Ассет. Да, они много, у них там подразделений, но тоже уже больше 10-15 лет они, а они как раз занимаются апарт-отелями, то есть их, и сейчас они уже, причем эти две команды, они имеют уже реализованные или реализующиеся проекты в Татарстане. Они знают нашу, как бы, номенклатуру, скажем так, знают нашу специфику татарстанскую. Да, 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 мы слышали просто эти имена, и да, вот то, что вы будете знакомы. Да, да, и вот сейчас они, руководство этих компаний как раз присутствует с нами тоже на этом стенде. Мы им попросили их сделать такую, во-первых, анализ рынка, во-вторых, пока вот такую предварительную бизнес-модель, вот они сейчас как раз докладывают, что из этого может получиться, вот. Все хорошо, да. Анализ рынка показал, что все... Анализ рынка показал, что мы на правильном пути, все нормально. Запрос есть. Запрос есть, потребность есть. Таких на сегодняшний день современных курортных, санаторных, курортных комплексов у нас не только в Татарстане, но и в стране, они открываются практически уже давно. То есть у нас с вами получается, ну, старый практически советский еще фонд. Советские санатории, да. Советский фонд, вот. Вот. А здесь мы предлагаем вот этот вот новый суперпродукт, скажем так, международного уровня. А как это все будет оснащено? Дорожной сетью, школами, садиками? Ну, то есть на это жалуется вся агломерация? Нет, ну, подожди, детский садик и школа, которая у нас в жилом комплексе Дольчевита запроектирована, она уже запроектирована. И она уже мало того запроектирована, мы отмежевали землю под эти все детский садик у нас там на 280 детишек и 350 человек у нас в школе учатся. Мы это по проекту планировки территории и проекту межевания территории все это уже размежевали, поставили на кадастровый учет. И предлагаем, пока просто ждем, потому что на сегодняшний день те люди, которые заселились, у нас постоянно с ними отрабатывают управляющие компании, спрашивают потребности. На сегодняшний день там несколько человек только заявились в школу, но мы по своей территории приписаны к нам в Марквашинской школе. Они с удовольствием там, она недозагружена, с удовольствием ее готовы наших детей принимать. И по-моему часть уже детей туда вводят сейчас. А по детским садам у нас там заявилось буквально два человека, и то у них дети еще там грудного возраста. На всякий случай, то есть они заранее. Но мы в своем комплексе сразу на первом этаже в трехкомнатной квартире сейчас сделаем группу дневного пребывания детей на 5-7 человек. То есть вот детишек можно будет с утра до вечера оставлять, там будет профессиональная нянька, профессиональный воспитатель, то есть повар. И наша территория позволяет, то есть у нас благоустроенная большая территория детская для детских игр. То есть мы прямо в своем внутри ЖК, будут они там гулять, прогулки делать, ну все как положено. То есть питаться, отдыхать, спать и все такое прочее. То есть мы это уже заложили сразу в проект изначально. И вот таким путем пока будем, потому что строить, сами понимаете, детский садик и школу, когда заполняемости нет, это ну просто как бы пока просто банальное вложение просто денег. Класс какой будет у этой недвижимости? У какой? У квартир. У нас сейчас комфорт, комфорт, комфорт плюс вот так вот, да. У нас большие, хорошие панорамные окна, то есть высокие потолки 3 метра в чистоте, лифты в пятиэтажных домах турецкие из нержавейки, бесшумные, без машинного отделения. То есть отделка такая, ну скажем так, ну как сейчас уже везде делают. По всем требованиям. Да, по всем комфортному, да. То есть люди, заходя в наши вот квартиры, не чувствуют, что они где-то там в какой-то там непонятной, ну в глубинке. Что они в морквашах. А? Что они в морквашах. Да, что они в морквашах. А у нас концепт такая, то есть ты живешь в городских условиях, то есть получаешь все блага городской жизни. Вышел, да, вышел, 3 минуты и ты уже в лесу. У нас люди с удовольствием ходят, вот в это лето собирали грибы, ягоды, то есть вот прям в шаговой доступности. Как руководство республики восприняло Ваш проект? Александр Галевич пока не отреагировал? Пока не знаю, как они приняли, но как бы мы что смогли, как смогли, презентовали уж. Как бы опыта такого пиара, конечно, у нас нету. Мы простые строители, как бы уж не приучены, не научены. Но я думаю, что этот проект, он как бы, как сказать, ничего такого не, наоборот, как бы, я думаю, привлекательность, я думаю, какую-то и, во-первых, ну и налоговое поступление же, да, и вот трудовая занятость. То есть мы, как бы, я думаю, что пользу только приносим этим проектам, никакого вреда не наносим. Общая сумма инвестиций в целом? Пока на сегодняшний, пока... Ваш весь класс, можете озвучить, примерно. И жилой комплекс, и... Комплексное развитие, да. Жилой комплекс мы оцениваем где-то в районе, с торговыми центрами, с садиками, со всей инфраструктурой, где-то в районе 30 миллиардов рублей. Ну, то есть 200 тысяч квадратных метров, да. Плюс торговый центр у нас там 25 тысяч квадратных метров, то есть большой, нормальный, полноценный. То есть центр, который тоже... У нас 5 еще гектар заложено на парковую зону, парковую развлекательную, то есть большой парк тоже с какими-то развлечениями, может быть, какие-то с аттракционами, с какими-то, с какими-то тоже сценами для выступления, для летнего выступления там людей, да. Вот, и 39 миллиардов у нас посчитали, вот сейчас наши, наши, наши питерские друзья, партнеры, на 39 миллиардов они оценили. Всего почти на 70. Почти на 70, но это еще без стоимости земельных участков, то есть это то, что я уже вкладываю в проект, как бы это только инвестиции извне, ну вот где-то, вот считайте, где-то, да, 70-80 миллиардов. Вы не боитесь такой огромный проект начинать вот сегодня, да, когда, прямо скажем, экономическая ситуация у нас как метроном из стороны в сторону, когда у нас драматически взвинтил ставки регулятор, когда вообще непонятно, что будет завтра, вы планируете проект на 70 миллиардов, который, который, на секундочку, завязан на спросе на жилье, на услуги. Ну, вы знаете, это вот, они, два этих проекта, они друг друга дополняют и друг друга, как сказать, рекламируют. И друг друга, и друг друга, скажем так, выводят на какой-то определенный уровень, скажем так, да. Вот на самом деле, вот у нас как был спрос, вот он был определенный такой уровень спрос, я не скажу, что прям фонтанный какой-то спрос, но спрос он был. И вот он, несмотря что уже три, по-моему, три, если я не ошибаюсь, было повышение ключевой ставки, или три, или четыре, да, сейчас, 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 у нас вот как было вот это, как люди покупали, так и покупают. То есть, то есть, то есть, то есть, то есть, какого-то драматического обвала не заметили. Мы не заметили, потому что у нас, я говорю, он был, как вот был на одном вот уровне таком, так он и идет. Потому что у нас, я же еще раз говорю, продукт очень хороший, если вот, как говорится, я даже не буду скромничать даже, хотя не, ну, как бы, да. Я потому что знаю, как строят все остальные застройщики, да, знаю, как строят. И я могу с уверенностью сказать, что у нас не хуже этого уровня. А ценник мы держим вот именно за счет разных конструктивных, либо проектных вещей. Мы создали продукт, у которого достаточно низкая себестоимость, и мы можем держать планку, то есть, в рынке дешевого продукта. То есть, люди получают квартиры комфорт-класса. Это же самое за меньшие деньги. Да, причем это не на, а в разы меньше. То есть, в разы меньше получают за это. И вот я говорю, почему люди и приезжают с других регионов, покупают. Потому что в других регионах у них, они продали свою квартиру, и здесь безболезненно они могут за эти деньги купить у нас квартиру. А купить в Казани у них уже не получится. Ну, это общая история. Да, да. Ну, почему мы не боимся запускать такой большой грандиозный проект, как Аквавиту, санаторный курортный. Я вам расскажу, потому что мы, во-первых, у нас, мы, это не минутный проект, да, то есть, это осмысленно, долгоиграющий такой момент с проектированием. Это займет, я думаю, не меньше полутора лет. Проекты изыскательские все работы, то есть, геология, геодезия, всякие там нормативы по экологии, то есть, разделы. За это время мы надеемся, что рынок немножко, но и потом, это же немножко продукт не жилой застройки. Не только жилой застройки. Да, не только жилой застройки, и как бы, да, поэтому я думаю, что, ну, мы сейчас у нас, я еще раз повторяю, что уже есть пул инвесторов частных, причем очень крупные компании заинтересовались проектами, инвестиционные группы, холдинги, девелоперы, вот, и я думаю, что... В том числе и зарубежные, насколько мы понимаем, да. В том числе, да, есть и зарубежные уже, как бы, да, даже такие интерес проявленные, определенные. Пока мы с ними еще тоже, вот, про исламские банки, то, что вот мы говорили с вами, да, тоже, они вот сегодня подходили на стенд, тоже предлагают нам принять их условия, там, участие, да, партнерское финансирование, да. Я думаю, что вот как раз у Аквавиты вопроса с проектом, с профессионализированием не должно встать, вот. Но и, соответственно, раз будет развиваться этот проект, он будет тащить за собой и развитие проекта по жилой застройке. Я думаю, что так. Ну, будем надеяться, что все сложится именно так, как вы видите. Спасибо вам за интересный рассказ, на самом деле мы знаем, что это, что мы первые, кому вы рассказываете это интересы, да, 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 да. Вот, будем следить за тем, как развивается ваша история, а вот когда вы откроете свой курорт, мы, конечно же, туда приедем. Спасибо, я вас сразу заочно приглашаю на открытие этого большого курортного комплекса. Через 8 лет. Не через 8, почему? Я думаю, мы же говорим, что в 31-м году он будет реализовываться. Сколько осталось? А, ну, 7 лет. 7 лет? 7 лет, ну, уже даже меньше. Ну, встретимся через 7 лет. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо.